Храм с видом на море. Первый крест в гарнизоне Гаджиева, одной из самых северных баз российского флота, поставили на холме, словно благословение подводникам, которые несут здесь службу. Поэтому рядом с иконами в церкви Андреевский флаг. Я уверен, что освященный сегодня храм, он воистину станет духовным центром, посредством которого продолжится укрепление таких, свойственных российскому воинству, понятий и критериев, как любовь к отчизме, вера, стремление и готовность к самопожертвованию. Храма во имя Андрея Первозванова военный городок ждал 10 лет. До его появления верующие собирались в тесной квартирке, обустроенной под приход. Неизвестно, сколько еще продолжалось бы строительство церкви, если бы не уральские меценаты. Уральская столица шествует над базирующимися здесь атомоходами Екатеринбург и Верхотурье. Фонд помощи подводникам принял волевое решение – возвести храм, несмотря на экономические проблемы. И вот над бухтой разносится долгожданный колокольный звон. Осиновые купола и крест для храма изготовили мастера из Свердловского поселка Ольховка, а несколько киотов смастерили умельцы из Кургана. Так что в плавании подводников теперь будет провожать Уральский крест. В душе у каждого подводника крест, который провожает их в дальний поход, и крест, который встречает их из дальнего похода с боевой службой. Впрочем, военным из Гаджиева Екатеринбург оказывает не только духовную помощь. Благодворители взяли шество и над семьями подводников. Ведь развлечений на базе немного. Даже ближайший кинотеатр находится в 60 километрах. Поэтому местных детей ежегодно отправляют на каникулы. Зимой на Урал, летом на юг. Подводники коллегиально проводят конкурс-портфолио детей. И отобрав 20 человек, эти дети едут по направлению фонда отдыхать в Артек. 12 лет дети подводников на новогодние праздники приезжают в Екатеринбург. Все, что есть лучшее в Екатеринбурге, то мы совместными силами, все, кто неравнодушен к этому вопросу, мы, конечно, все эти вопросы решаем. Дети отдыхают. Кстати, при храме для детей появилась воскресная школа. Занятия здесь будут организованы по принципу дополнительного образования. Дмитрий Изгагин. Главные новости Екатеринбурга.